Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и вновь продолжаем разговор о автоматизированном заключении спектр. Мы находимся сейчас в этой программе, также у нас проходит обследование, вернее уже прошел обследование гипотетический Иванов Иван Иванович и мы составляем на него автоматизированное заключение в рамках экспериментально-психологического исследования. Находимся мы сейчас в блоке номер 3, вот здесь вот это отражено. Объективные результаты по качественным и количественным стандартизированным критериям методикам. Блок 3, раздел 2 и раздел 3. Вот он собственно на этой странице начинается раздел 3. Ну и давайте начнем. Соответственно мы заполняем результаты по каждой отдельной методике. Это очень важно. Давайте начнем. Можно, вот обратите внимание, первая методика идет самооценка по Дембо Рубинштейн. Если мы ее применяем в эпи по Иванову Иван Ивановичу и хотим написать по ней какие-то слова, сделать заключение, мы соответственно указываем ее, выбираем галочкой. Равно как и по другим методикам. Провели Дембо Рубинштейна, пишем заключение, ставим галочку. Не провели Дембо Рубинштейна, не ставим галочку. Провели MMPI, ставим галочку и собственно программа готова для заполнения. Таким образом это все активируется. Если галочки не будет, мы соответственно программа нам не дает заполнить вот эти самые необходимые нам поля. И соответственно активности и заключения по методике MMPI в итоговом результате, распечатанном и вклеенном в историю болезни, не будет. Ну давайте пройдемся. Вот мы выбираем самооценку по Дембо Рубинштейна. Пишем тут какой-то вывод. Критика достаточная, недостаточная. Собственно вот основной вывод по этой методике. Далее методика ТАТ, описательная характеристика. Она уникальна, неповторима, как правило всегда и везде. Далее тест рустрационных реакций Розенцвейга. Тест Сонди и можем сделать какой-то вывод об особенностях эмоционально-волевой сферы Иванова Ивана Ивановича. Тоже сюда что-то пишем. Далее обобщенная характеристика психических функций. Все сделано для того, чтобы максимально ускорить заполнение заключения. Концентрация внимания достаточная и недостаточная. Все уже продумано. Других показателей по вниманию, по активному вниманию. Есть пассивное внимание, условно говоря, там оно другое еще название носит. Но основной наш критерий и внимание наше, как специалистов, оно относится как раз к активному вниманию, концентрации внимания. Достаточная, недостаточная. Распределение внимания равномерное и неравномерное. Память непосредственная, механическая, используем методики 10 слов, 12 предметов. Объем памяти 7 плюс минус 2 единицы или же 10 плюс минус 2 единицы. То есть механическая память это 7 плюс минус 2 единицы. Это нормой считается. Все остальное читайте специализированную литературу, где очень подробно и обстоятельно написано, какое плато, какое значит кривая при тех или иных нозологиях. При пике, альцгеймере, каких-то нейроинфекциях и так далее. Все это подробнейшим образом описано в литературе. И специалист должен это знать от А до Я. Объем памяти в норме. Память опосредованная, логика смысловая. Это ли опосредованное запоминание Палеонтиеву, или же уже упомянутые в предыдущем видео пиктограммы. Мы все это дело отмечаем. Мышление, преобладание. Мы выбираем конкретно ситуационное, понятийное, ближе к сниженному, конкретно ситуационному. То есть так называемая сниженная норма интеллекта. Борьба с психиатрами постоянно по этому поводу происходит, когда мы выявляем 70 IQ по Векслеру или по Равену, не важно. И соответственно борьба. Что такое сниженная, конкретно ситуационная? Это пограничное состояние, когда очень трудно дифференцировать. У него 68 IQ, 69 IQ, 70 IQ, 71 IQ. Выдается все это по Векслеру. И соответственно встает вопрос, а все же что у него? Пограничное или все-таки мы диагностируем Олига? Уровня дебильности, степени дебильности. Сейчас в МКБ-10 это по-другому называется. Но кто знает, тот знает. Специалисты меня понимают. Соответственно норма. Теоретическая, абстрактная, метафорическая и выхолощенная. Мы можем это быстренько все прощелкать. Выбрать соответствующий какой-то признак, значение. Здесь мы можем дополнить любыми описательными характеристиками. Это самое состояние, качество мышления по психическим функциям. Имеется ввиду внимание, память, высшие психические функции. Всего как вы помните их 5. Это анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование. Ну вот собственно мы можем это все оценить по качеству внимания, по механической опосредованной памяти и по качеству мышления. Далее раздел 2. Показатель интеллектуальной деятельности. Краткий отборочный тест. Дополнительные замечания можно привести опять же, да? Котел. Нам это предусмотрено. Шкала Б, шкала интеллекта. В принципе работающая шкала. В котеле работают 3 шкалы. Если вы помните. У меня было по этому поводу видео неоднократно. Основное на что мы обращаем внимание это шкала С. Шкала адекватности эмоционального реагирования. Ну и шкала Б по котеллу работает и может быть сравнена как с методикой кратким отборочным тестом, так и с Равеном, так и с Векслером. В принципе сопоставимые методики в литературе, в интернете также присутствуют описательные характеристики, сравнительные характеристики и исследования по сочетанию вот этих трех основных и в общем-то можно сказать единственных адекватных интеллектуальных тестов методик. Как в Экслер, как в Равен, как и Кот собственно. Краткий отборочный тест. Соответственно выбираем какое-то значение по краткому отборочному тесту. Ой, по КТЛу. Тут у нас значит краткий отборочный тест, а здесь у нас КТЛ по шкале Б. Шкала интеллекта. И сочетание ее очень интересно с другими методиками, диагностирующими уровень интеллекта. Далее. Провели, не провели. Ну давайте поставим галочку, что провели. Стандартные прогрессивные матрицы Равена. Соответственно выбираем у нас показатель высокий, средний, низкий. И дополнительное замечание. Ну допустим мы напишем ему 76. В этом случае. Средний. То есть это имеется ввиду. Давайте так я даже напишу. IQ. Далее переходим к следующей методике. Нашей самой любимой методике. Король тестов методика MMPI. Что мы здесь видим? Значит. Достоверные и недостоверные результаты. Понятно. Это шкала LFK. Да. Ложь. Достоверности. Коррекции. Далее. Первая шкала пошла. Ипохондричность сверхконтроль. Значит. Или же по другому она носит название. Но давайте сейчас подробно об этом поговорим. Соответственно мы можем выбрать один из двух вариантов. Допустим апохондричность сверхконтроль. И справа. Высокий, средний, низкий. Прощелкнули. Первая шкала методики. MMPI. Склонность к депрессивным проявлениям. Вторая шкала. Депрессивность. Или же ее антипод. Решительность, активность. Высокий, средний, низкий. Это вторая шкала. Третья шкала. Демонстративность поведения. Понятно. Речь идет об истерии. Прежде всего. И вот это. Три первые шкалы. Шкалы. Так называемые. Невротические триады. Они являются определяющими. Во многом. Для нас в клинике. Если речь не идет о какой-то большой психиатрии. Значит. Ну и большой психиатрии тоже понятно. Они учитываются. Тест нельзя оценивать по конкретной какой-то шкале. Братик говорит, что он ипохондрик, истерик или еще что-то. Методика оценивается обязательно в комплексе. Весь профиль. Надо за этим профилем, за этими черточками увидеть человека. Его здоровье, нездоровье в психологическом плане. Просто прощелкиваю пока не задумываясь. Но специалисты у меня это делают легко и свободно. Социальная адаптация. Четвертая шкала. Речь по сути говоря идет о психопатии. По старинке если называть. Сейчас это говорят. Социальная дезадаптация. Такой либеральный термин придумали. Крайне мне неприятный. По ряду причин. Но это отдельная тема для отдельного разговора. Одним словом психопатия. Импульсивность, психопатия, хороший самоконтроль, конформизм. Также выбираем какой-то показатель. Высокий, средний, низкий. Формализуем нашу оценку. ММПИ. Удивительная штука сделана. Полуролевая ориентация. Понятно шкала мужественности, женственности. Далее. Ригидность, паранойи. Просто прощелкиваю, не задумываясь о том, что у меня какой человек получится. Просто демонстрирую возможности работы программы. Попытка реализовать, формализовать, реализовать формализованный подход в оценке методик патопсихологических и количественных. Восьмая шкала. Понятно о чем идет речь. Восьмая шкала шизофрении. Выбираем девятую шкалу. Речь, понятное дело, идет. Активность, позиция, оптимистичность, отсутствие побуждения и пессимистичность. Девятая шкала, крайне для нас важная всегда. Обращаем внимание на шестую, на восьмую. На первую, вторую, третью. На шестую, восьмую. На девятую. И в сочетании их с девятой шкалой. Социальной интроверсии, экстраверсии. Выбрали эти значения. Интроверсия, экстраверсия. Обратите внимание. Это по нулевой шкале. И, соответственно, здесь мы можем добавить какие-то, оп, по-английски пишу, sorry. Можем добавить какие-то описательные характеристики по методике MMPI. Пишем, пишем, пишем. Пишем много. Чем опытнее специалист, тем меньше он пишет. Чем неопытнее специалист, тем меньше он пишет. Количество полей 500. В данном случае это два хороших, больших абзаца. Для хорошего специалиста это слишком много. Для плохого специалиста не хватит и страницы А4. А то и двух, трех. Но чем лучше и опытнее специалист, тем меньше он описывает методику MMPI. Вот такая закономерность. Условно говоря, в кавычках. Я вот сейчас сижу перед экраном монитора и показываю кавычки. Особенность такая есть. Чем меньше мы знаем, тем больше мы пишем. Чем больше мы знаем, тем меньше мы пишем. То есть тут не тот случай, когда простота хуже воровства. Надо видеть человека, не описывать конкретно те или иные шкалы этой методики. Они лишь служат для того, чтобы увидеть человека в целом. Бросить на него взгляд и удивиться. И описать это буквально в двух-трех словах. Краткость сестра таланта. Вот то, что подходит к описанию грамотному составлению заключения по методике MMPI. Если будет неопытный специалист, и как это и происходит, как правило, ответственный, но неопытный, будет переписывать характеристики из Березина, из Шабанова или еще от кого-то. Из каких-то интерпретаций. Это хорошо. Но этот период должен закончиться за 2-3-4 недели. Дальше, при наработке опыта, ежедневной работе с этой методикой, специалист пишет, ну, хороший специалист, пишет один абзац по поводу методики MMPI. Методика безгранична и дописать можно все, что угодно по ней в дальнейшем заключении. Но грамотное заключение здесь мы можем составить по человеку. Далее, клинические методики, нами они применяются очень активно. Это клиническая шкала депрессии Бека, оценка депрессии Пожмурова и Торонцкая лекситимическая шкала. Долго мы спорили по поводу вот этой методики выявления ВОНС, так называемой, ранних признаков алкоголизма. Яхина Менделевича, но девочки у меня настояли, что надо ее ввести, что она им нравится. И мы сделали, попросили это сделать в наших программистах. Выпадающие характеристики. Ну, давайте я вам покажу их. Отсутствие депрессии, легкая депрессия, умеренная депрессия, тяжелая депрессия. Все шкалы не очень прогностичны, все созданы по сути своей на основе MMPI. То есть теория у них очень, ну, если не близкая, то, по крайней мере, приближенная к методике MMPI. И для экспресс-диагностики они прекрасно подходят и работают. Что шкала депрессии Бека, что Жмуров. Оценка депрессивного состояния по Жмурову. Это тот товарищ, который у нас с Чикатило, если помните, занимался. И у него прекрасный, любимейший мною двухтомник. Общая психопатология. Прекрасный автор. И, соответственно, предложенная методика абсолютно работоспособна. И Торонская алекситимическая шкала. Алекситимия, возможность или невозможность человека эмоционально реагировать должным образом на те или иные обстоятельства, события. Отсутствие алекситимии. Описывать себя, описывать свое эмоциональное состояние прежде всего. И наличие алекситимии. Некоторая холодность, выхолощенность эмоциональных проявлений человека. Это у нас СЦХ и МДП. Вот так вот выглядят характеристики по этим методикам. Но давайте попробуем пройти дальше. Это тот же блок с 3. Мы закончили раздел номер 3. И переходим к следующему блоку. В следующем видео я покажу методики ПДО. Патохарактериологический диагностический опросник. УНП, НПУ, Ханин, Спилберг, Гарлиангард, Шмиша, Кайзинг и так далее. Это будет в следующем видео. А пока до встречи и удачи вам. Хорошего дня. Продолжение следует...